Москвичи попробовали себя в роли олимпийцев. В России сегодня впервые отметили день зимних видов спорта. Он приурочен к годовщине открытия Олимпийских игр в Сочи. Граждане смогли попробовать себя в роли фигуристов, лыжников и хоккеистов под наблюдением именитых спортсменов. Они проводили мастер-классы, фотографировались с фанатами и давали автографы. Ну а моя коллега Гульнара Солдатова отыскала среди участников праздника наше спортивное будущее. Мы не виделись с ним целый год. Он все такой же красивый, блестящий. Это олимпийский факел. Смотрите, сколько желающих с ним сфотографироваться. Но прежде им придется меня догнать. Всегда мечтала об этом. Пока я бегала с факелом, на главном катке страны собрался мастер-класс по фигурному катанию от чемпиона мира среди юниоров 1999 года Ильи Климкина. А чему вот их можно за такой короткий отрезок времени научить? Вот только позитиву, только позитиву. К сожалению, сложные элементы фигурного катания надо изучать в училищах и школах Олимпийского резерва. Покажите, чему научились? Научились кататься назад, так как большинство. Покажи, покажи. Илья Климкин просто тренер от бога. Девушка впервые встала на коньке, а как катается. Это отличная тренировка для начинающих домохозяек, потому что где еще можно так научиться натирать полы? А тяжелые вообще камни? Вот всегда хотелось... Ох, поднять не могу. 20 килограмм. Понятно, почему я не могу поднять его от земли. Да, вперед, впереди. Впереди? Да, обязательно. Свой ответ гулянием на ВДНХ приготовили жители Восточного округа. Вышли заниматься спортом всем двором. Гоняли по снегу мяч, прокладывали лыжню. Бабушки с палками для скандинавской ходьбы в руках устроили такой активный мастер-класс, что молодежь позавидовала. Массовый спортивный праздник прошел и в Лужниках. Акробатические этюды от фигуристов, хоккейные баталии, соревнования конькобежцев. Правда, стартовать на скользкой дорожке получалось не у всех. Не обошлось без падений и в семейной эстафете. Полосу препятствий нужно было пройти всем семейным составом, не расцепляя рук. Чтобы дома не сидеть перед телевизором, перед этими современными гаджетами, которые человека, можно сказать, уводят от спорта, надо наоборот двигаться. Отметиться спортивными достижениями в этот день старались даже те, кто еще на ногах-то еле-еле стоит. А ты у нас тоже фигуристкой будешь? Я не фигуристка. А кто? Соня! Соня? А каким видом спорта Соню увлекаешь? Я люблю кататься на коньках. Кто твой кумир в фигурном катании? Мой папа. Мой папа? Да. А он известный фигурист? Да. А как его зовут? Папа Витя. Папа Витя? Точно, я знаю такого фигуриста. Запомните эти лица, быть может, это будущие чемпионы зимней Олимпиады, ну, например, 2030 года. Гульнара Солдатова, Сергей Попов, Александр Зарубов, Москва, 24. Субтитры создавал DimaTorzok